всем привет дорогие друзья и власти канала с вами вновь павел или павлю 71 рус в игре farming simulator 22 у меня часто просите сделай там обзор карты на какой стадии строительства что по карте спрашиваете вот сегодня я решил для вас записать такое видео показать определенный прогресс по строительству что я уже сделал какие может быть у меня планы на будущее сразу хочу сказать что по сравнению с предыдущими видео прогресс не такой большой потому что сейчас все-таки лето есть другие важные дела так как я живу можно сказать в сельской местности мне там и огород и по хозяйству помочь в общем и личная жизнь и работа поэтому на строительство карты остается не так много времени но что есть то есть то имеем как говорится значит вот а я на данный момент вам показать не готов потому что она сама не сделана не готова вот какие-то может быть очертания я вам покажу там во время покупки там земельных участков да вот но на данный момент туда как бы не готова значит что сделано на данный момент пока вот мы так стоим с таким красивым ракурсом я вас так увожу так скажем в курс дела да а значит на данный момент размечено четыре базы то есть либо если играть в сети это будет четыре разных предприятия да там колхоза либо можно использовать их как отделение там разные под какие-то свои культуры там животноводство и так далее а полностью сделаны животные на карте кроме лошадей то есть лошадей пока нигде не ставил и скорее всего ставить не буду потому что я проводил опрос о своей группе и в принципе расклад сил такой что лошадь не очень мало народа занимается но возможно как пересмотрю все же сейчас в процессе разработки возможно я этот момент пересмотрю и где-то выделю кого местечко под какую-то лошадиную ферму так примерно размечены поля примерно размечены где будут поселочек там где будет еще один поселочек вот точки продажи пока не расставлены в большинстве своем вот и хотелось бы еще отметить такой факт что основная идея карты в том чтобы допустим 50 75 процентов ваших объектов ну в вашей собственности вы могли там снести перестрой переставить короче как-то вот такая идея значит давайте начнем обзор так на данный момент приобрести еще здесь вот участки это я вам показываю смотрите значит в центре карты у нас основная база но опять же смотрите мне тут ничего не готово короче участки распределены неправильно какие-то уже распределены какие-то не в центре базы основная база то есть здесь можно расшириться здесь можно расшириться давайте я сразу куплю эти участки также будет расшириться можно вверх там вправо влево вот чтобы территория базы была как больше под разные там может и производство склады вот на данный момент база состоит из этот основная база так скажем когда вы начинаете на легком уровне сложности она у вас появляется купленная сразу в центре карты в центре поселочка вот и ну вы на ней начинаете развиваться если вы играете на среднем уровне сложности то мы вы там или на сложном да вы можете эту базу не покупать купить одну из трех других заготовленных уже вас либо же я сделаю так чтобы были а в покупке доступны там земельные участки под производство под размещение и вы где-то там свою базу вообще построили из каких-то объектов которые вы сами хотите значит сейчас на данный момент получается от контора мастерская причем как бы заметьте такую интересную особенность которую я делаю ворот у нас коллизии а двери без коллизии то есть может так заходить можно конечно дверь открывать причем ворота можно открыть только изнутри то есть заходите внутрь подходите вот сюда и нажимаете открыть ворота вот так вот открываются ворот здесь уже размещен триггер пока не во всех получается гаражах либо мастерских размещен триггер вот но также будет размещен чтобы вы могли ремонтировать технику вот сейчас напишут много комментариев внутри в зданиях пустота ничего нет ребят это только процесс разработки карты все детали мелочи будут добавлены ближе к окончательному этапу разработки сейчас на данный момент идет планировка размещение объектов а какая то там дальнейшая разработка да где что будет как бы ну в таком плане определение локаций вот здесь получается два цеха там я не знаю можно кронить аккумуляторные сварочные там токарные станочные арматурные что-то подумать разместить в общем здесь заправочная станция причем как я говорил ну что типа можно будет все перестать перенести перестроить давайте сразу начну потихонечку это демонстрировать то есть вот допустим стоит заправочная станция который можно будет снести видите я сейчас не буду этого делать но ее можно снести раз мы уже пришли к заправочной станции давайте я вам буду показывать что можно поставить маленькую заправочную станцию можно поставить большую заправочную станцию пойдем дальше на территории базы перманентно установлен вот такой вот склад почему перманентно потому что его нельзя снести переставить это как знаете основа этой базы то есть здесь вот на данной базе нельзя снести контору мастерскую и склад все остальное можно снести перестроить переставить в таком плане большой склад большие ворота то есть вот такие тут площади большие то есть можно там использовать как насыпной под хранение там свеклы картошки зерновых масляничный культур там тюков там поддонов всего что пожелает ваша душа можно хранить технику так как ворота большие широкие высокие можно загонять комбайны на зимнее хранение переходим дальше сейчас на данный момент вот на этой территории установлена вот такой вот зернохранилище на 500 тысяч литров вот данное зернохранилище также можно перед уст удалить как бы давайте покажу этот момент то есть можно его снести да вот выслана вам не нужно вот можно построить другом месте поставить причем сделан выбор цвета облицовки так чтобы как бы под себя перестроить если кто хочет вот я вам демонстрирую также под до хранилища зернохранилище сделаны свои расширения бункер то есть если вы хотите то есть в одном стиле видите можно сделать поставить расширение бункеров с этой стороны поставить с этой стороны поставить будет у вас уже не 500 а 1 миллион литров сейчас еще как видите на базе установлен такой вот навес причем он располагается как и могли заметить на отдельной территории то есть чтобы пользоваться этим навесом как там насыпным высыпным там чтобы там использовать допустим сортировку если вы будете там заморачиваться или зернометатель то эту территорию надо будет покупать отдельно навес также можно удалить если вам он не нужен нажимаете снести и продать навес также можно купить навес с полностью закрытыми стенками ну либо такой же вот он навес так пошли дальше у меня сейчас трактор с прицепом прицепе пшеница давайте вам просто продемонстрируем работу комплекса зерноочистки и хранения то есть он заезжаете вот на такую рампу и выгружаете сейчас конечно нет никаких звуков там зерноочистки работы это может каких-то вентиляторов там сушилки вот но в будущем это должно появиться на более поздних стадиях разработки карты вот в этом месте у нас осуществляется загрузка как видите в принципе все работает так ну что поедем с вами тогда дальше буду вам показывать еще территории которые уже в принципе практически готовы то есть размещены объекты основные закончена определенная планировка но опять же карта в процессе разработки поэтому многое может еще изменится поменяться как вы можете заметить справа у нас животно-одческий комплекс в эту сторону мы с вами сейчас и двигаемся опять же хочу напомнить что прогресс по карте не такой большой чтобы были прям какие-то явные изменения что вы вы могли видеть этот животно-одческий комплекс во втором видео по разработке карты я в принципе тут уже в какой-то степени все демонстрировал только без разговоров без своей речи без каких-то пояснений значит заезжаем вот сюда здесь у нас находится второе отделение либо вторая база под там размещение какого-то виртуального сельского хозяйства если играть по сети там на сервере несколько команд то есть это размещение под вторую команду так скажем значит земельный участок основной это вот эта часть то есть в нее входит гараж суть гаража в том же что опять же вы можете зайти в двери но не можете войти в ворота пока и как бы не откроете там изнутри то есть все ворота открываются здесь также будет размещен триггер под ремонт техники на данный момент просто еще не установлен и также здесь на территории находится склад под там тюки поддоны зерновые картошку свеклу там под что по душе угодно вот этот склад стилизован и переделан как бы из коровника то есть вот он стоит коровник вот он как бы переделанный из коровника склад вот данный склад можно будет снести давайте я вам покажу а нет этот склад нельзя снести извиняюсь вот его нельзя купить в плане типа новый такой построить и так же его нельзя снести как бы он тут перманентно установлен этот склад вот а так же тут нельзя снести получается гаражи и контору так давайте я демонстрирую вам склад то есть вот такой большой склад то есть также все ворота двери открываются так покупаем с вами рядом земельный участок так и как вы можете заметить здесь также стоит навес навес получается можно снести если он вам не нужен и также вы можете заметить здесь появилась как будто эта территория под там вот с такими вот руинами до типа не достроим и разрухой вот это можно снести если это вам не нужно вот и разместить здесь что угодно там склад там я не знаю комплекс зерной очистки там еще что-то там какие-то навесы там я не знаю что вашей душе угодно вы сможете здесь разместить то есть вот видите продать товар может и все и он как вот это вот пропадет так ну что давайте опять же проедем на животноводческий комплекс покажу что там и как в принципе я вам уже показывал в предыдущем видео здесь у нас находится территория животноводческого комплекса значит объекты здесь опять же можно продать если они вам не нужны здесь сейчас установлены два коровника и один свинарник и так же как вы можете заметить опять же два места под расширение если вам нужно будет не два коровника а четыре коровника либо вы будете играть что у каждой команды в сети свой коровник то есть нужно купить опять же все земельные участки объекты привязываются к земельным участкам то есть вот смотрите сейчас я вам покажу а не появилось никаких триггеров вот особенно вот на этом коровнике давайте часто это подъеду так чтобы было видно то есть триггеры появится только тогда когда вы типа купили объект собственность то есть как вы можете заметить вот ту территорию с коровником я уже купил там появился триггер а эту территорию не купил вот я покупаю эту территорию и так же он видите появляются все триггеры а на данный момент у меня видите здесь нету под твердый навоз размещения хранилища я не стал его пока добавлять потому что его кого можно вот поставить добавить если оно вам нужно да там силосный там так это силосно есть навозный да вот тут есть вот навозный бункер там можно его разместить будет то есть как-то так там вот ну как-то просто поставить я сейчас не буду примеряться вот да можно там разместить его и будет у вас там навозный бункер вот можно конечно сразу перманентно поставить но не перманентно а вместе с разместить вместе с коровниками вот это я этот момент еще как говорится продумаю так ну давайте наверное закупил там коровок уже коровки у нас появились то есть здесь у них такое пастбище здесь у нас получается стойло кормовая зона так вода на коровниках и на свинарнике сделано не автоматическое воду надо будет подвозить сейчас я вам все продемонстрирую откуда что как заезжаем и разгружаем моно смесь в кормушках появляется корм сейчас покажу где вот он все видите наполняется здесь же появляется солома если привести солому так а я наверно могу да давайте я сделаю вот так вот сейчас солому добавлю сено солому и вот я разгружаю солому сейчас будет появляться солому вот она начинает появляться и а а а а а а а То же самое и с другим коровником. Но я сейчас не буду вам демонстрировать. Потому что это идентично. Зачем тратить ваше время. Вот в этом месте осуществляется загрузка готовой продукции. Ну то есть молока. Здесь жидкий навоз. Так, дальше у нас свинарник. В принципе здание, как вы можете знаете, практически идентичное. Но оно короче. Само по себе по длине. Там видите 8 окон. Здесь 6 окон. То есть вот специально подготовил бочку. Значит где брать воду. На данный момент размещено 2 объекта под воду. Это 2 водонапорные башни. Как бы скважины видите. Подъезжайте. И наливайте воду. Вода наливается бесплатно. Объекты нельзя перенести. Либо построить такой же. Если вам нужны где-то еще какие-то объекты для получения воды. Хранения воды построить. Берите объекты там. С мод хаба допустим. Или еще откуда-то. На данный момент примерно распланировано, что таких объектов. Таких водонапорных башен будет на карте 3. То есть 2 уже установлены на животноводческих комплексах. И одна будет где тепличный комплекс. И вот сливаем воду. В поилке. Вот видите вода появляется. То же самое и со свинками. То есть внутрь заезжаем и сливаем воду. И вот вода появляется в поилках. Также нужно отметить, что зона раскидывания корма здесь будет посередине. То есть сюда заезжаем по грузчикам, подбираем раскиданный корм. Вот солома также там появляется внутри. Так, ну и давайте я наверное еще продемонстрирую тот факт, что это все можно как бы снести, если вам это не нужно. Так, ну тут понятно. Видите пишет, что в объекте находится, в том объекте находится животное. А этот тот объект можно продать. То есть если он вам не нужен. Здесь тоже сейчас напишут, что в объекте находятся животные. То есть продаете животное, продаете коровники и свинарники, если они вам не нужны. Эти объекты тоже, видите, можно продать. И разместить здесь либо дополнительные коровники, либо свинарники, либо что-то еще, что вашей душе угодно. Поехали дальше. Едем с вами на третью базу. А на третье отделение, под третью команду, если играть по сети. Как вы могли заметить, второе отделение это больше заточено под животноводство. Но опять же вы можете там разместить хранилище зерна и заниматься зерновыми. Третье отделение у нас предполагается и заточено под, получается, разведение картошки и свеклы. То есть вы тоже можете заметить, что здесь находится контора, гаражи. Причем один гараж, типа, как видите, как навес можно использовать. То есть без окон, без дверей. Навес. И здесь подземные большие хранилища под свеклу и картошку. Ну тут еще нет ворот, но ворота будут обязательно. То есть вот такие большие склады. Вот эти объекты на данной территории стоят перманетно. То есть именно склады, там контора, гаражи, их нельзя переставить, перенести. Вот, но купив эту территорию, как вы можете тут разместить какие-то другие объекты рядом. И просто не использовать, допустим, эти склады, если они вам не нужны. Сейчас я вам покажу. То есть, как вы можете заметить, покупается территория склада. Другого склада. И вот здесь есть пустая территория, покупаемая, на которой вы можете разместить все, что вашей душе угодно. Это вот эта большая территория. Так, сейчас я вам продемонстрирую последнее, третье отделение. Ой, не третье, четвертое уже, да? Четвертое отделение. Вот, четвертую команду в коопе. Вот, всего будет вот таких четыре вот заготовленных отделения, которые уже готовы. Вот, если этого мало, то можно, как бы, будет разместиться на каких-то других земельных участках. Еще там построить себе там базы, зернохранилища. Тут, как видите, пока ничего не готово. На этом мы не обращаем внимания. Потому что карта в процессе разработки. Какие-то дороги вообще могут быть переделаны. Это вот примерная разметка дороги. Здесь будет асфальт. Как вы видели, на той стороне за железной дорогой. То есть, тут все будет сделано хорошо. Так, ну и вот мы с вами подъезжаем к нашему последнему отделению и еще одному животноводческому комплексу. Давайте я, наверное, сразу отсюда заеду. Вот здесь у нас стоят курятники. То есть, стоит сразу два курятника. Если они вам не нужны, вы также их можете снести и продать. Давайте я, наверное, так же буду все демонстрировать. А, нам надо сначала купить участки. То есть, покупаем участки под курятниками. Не смотрите, кстати, пока на цены. Цены потом будут подкорректированы. Потому что курятник там стоит 150 тысяч, а участок с ним стоит 20 тысяч. Цены все будут подкорректированы. Как вы можете заметить, появились у нас триггеры после покупки. Здесь, опять же, территория под расширение. То есть, если вам нужно построить еще курятник, вот сюда вот размещаем. Ну и здесь тоже территория под расширение, только нужно предварительно снести вот эту вот постройку. То есть, видите, это типа руины от курятника. То есть, сносим и размещаем еще один курятник. Вот. По животным, да, вот я хотел вам продемонстрировать. Тот самый коровник, который стоял. По свинюшкам тот самый свинарник. Так, до овец сейчас доедем. Ну, в принципе, я вам тоже покажу, что вот он есть, овчарник. Овчарник вот там дальше сейчас все увидите. И вот тот самый курятник, который здесь установлен. Вы можете поставить в какое-то другое место, если вам это необходимо. Ну и также вот давайте я вам покажу, что, как видите, можно там снести, да, курятники, если они вам не нужны. Здесь вот приобретаются москуры. Заходите внутрь. И вот они, кроме наших кур. Но я вам сейчас тут все прям демонстрировать не буду в какой-то детальности, чтобы не портить там будущую интригу, там, если во время игры, чтобы вам было интересно посмотреть на все это. Здесь вот места для разгрузки корма, для кур. Едем дальше. Опять же, точка наполнения воды. Для кур вода не нужна. Тут, ну, учитываем то, что, как бы, проведем водопровод, да, на курятнике. Вода здесь нужна для овец. Вот они стоят, овчарни. И овцам, как раз, нужна вода. Купаем. Вот здесь вот у нас на этой территории находится типа склад, переделанный из овчарни. То есть туда можно высыпать зерно, картошку, свеклу, ну, в общем, как обычно. Также, если вам это все не нужно, можно снести склад, можно снести овчарни, если они вам здесь не нужны. И вот она, последняя, четвертая территория. То есть, как вы видите, тоже стоит контора, мастерская. А также здесь есть хранилище зерна. Но это хранилище поменьше. Оно всего на 250. Но, опять же, если вы хотите, вы можете доставить вот сюда вот расширение. И расширить территорию. Как вам больше нравится. То есть, поставили одну. Вот вам уже 500. Поставили с этой стороны там. Вот вам уже миллион. И так далее. То есть, вот это зернохранилище также находится в бункерах. Вот оно поменьше. И также, как вы можете заметить, выбирается цвет. Какой вы хотите там себе выбрать цвет. На данной территории можно, получается, снести зернохранилище. И можно снести вот этот склад, если он вам не нужен. Также вот можно установить такой склад. И на нем также выбирается цвет ворот. Если вам это интересно. Склады насыпные. У них тут прописаны коллизии. Все, чтобы там через стенки не высыпались. Вот. На данный момент, может быть, не до конца все настроено. Но, в общем, будет все настроено как надо. Будет работать. Ворота все сделаны большими, широкими, высокими, чтобы не было никаких проблем с разгрузками, выгрузками и заездами. Там, в разные места. Ну, вот, видите, надо чуть подстроить, чтобы не просыпалось. В принципе, уже нормально. Чуть-чуть надо сдвинуть коллизию, чтобы, ну, меньше сюда просыпалось. То же самое. И с этим складом тоже высыпаем. Опять же, учитывайте, ворота высокие, прицеп прошел. Но, если прицеп с гидроцилиндром и высоко поднимается, учитывайте этот момент, потому что, как вы можете заметить, здесь невысокие потолки, так как склад типа переделанный. Вот, видите, в чем особенность. тут тоже надо, чуть подправить, чтобы сюда не высыпалось. Под настроить, так скажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, мы разгружаем корм нашим птичкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 да не овечки ходят здесь у них пастбище причем я сделал такую возможность я не знаю для чего может там для лета типа вы можете открыть вот эти вот еще двери а зимой типа их закрыть чтобы не так холодно овечка мусто корм разгружаем сюда воду разгружаем я вот сюда поставлю бочку потом типа под воду а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наполнение водой... Ну и слив воды животным... Обращайте внимание на какие-то может быть висящие триггеры... Непонятно где... Карта находится в процессе разработки... И некоторые моменты оставлены еще с дефолта... Все будет переделан... То есть заезжаете... Наполняетесь водой здесь... Подведена будет линия электропередач... Понятное дело сюда к насосу... Это все будет конечно же сделано... Я думаю для демонстрации нам... Будет достаточно этого количества воды... И вот здесь разгружаем воду... То есть вода появляется вот в этих поилках боковых... Вот видите... В общем на этом пока все... По процессу разработки карты... Где-то я так рассчитываю... Что я сделал... Процентов 20-25... Вот еще предстоит много работы по объектам... Потому что... Ну... Это все... Достаточно... Непросто делается... Так ну и напоследок я хотел бы вам... Ну... Так продемонстрировать... Что появляется как видите снег... На объектах... На ангаре не появился снег... Потому что... Ну... Он такой... Типа... С него... Снег падает... Как вот видите там на... Мастерской снег... На конторе снег... А также можете заметить... Снег... Лежит на крыше... На овчарнях... Снег лежит на... Складах... Также снег... Может... Лежать... На... Курятниках... То есть... Все... Видите как положено... Так... Ну и давайте чтобы далеко не ехать... Я просто сейчас перемещусь... Допустим... Куда-нибудь... Вот сюда... Также вам продемонстрирую... Что... Снег лежит... На... Навесе... Также... На земнохранилище... На... Конторе... На... Мастерской... На... Складе... То есть... Все... Видите как... Как надо... Ну и здесь так же все... Все... Тоже видите... В снегу... Ну на этом в общем все... Спасибо что смотрели... Ждите другие видео на моем канале... Следите за разработкой карты... Также хочется отметить... Что... В группе ВКонтакте... Я сделал... Возможность... Доната... То есть... Поддержки меня... И... Донам... Обычно... Доступны... Эксклюзивные материалы... По разработке карты... Там больше рендеров... Может быть... Даже какие-то... Видео... Чисто для донов будут... Вот... С ними... Там... Иногда проводятся какие-то... Может быть... Опросы... Вопросы... По дальнейшей разработке карты... Ну и так же там демонстрируется... Может быть... Какие-то мои конверты... И... Новейшие разработки... В плане... Моддинга... На этом в общем все... Всем удачи... Всем пока... Ну и до новых встреч... Дорогие друзья...